Добрый вечер, это программа «Археология» в студии Сергей Медведев. Приветствую вас в этот первый по-настоящему зимний вечер московской осени, поздней московской осени. А давно ли вы, друзья мои, были на Красной площади? Если не были, то очень рекомендую сходить, потому что там творится зрелище совершенно чрезвычайное. Наверное, вы все уже знаете, что там стоит большой чемодан одной известной фирмы, производящей сумки. Правда, его сейчас после многочисленных сегодняшних протестов вроде бы убирают. Но вы знаете, я думаю, надо сходить, посмотреть, зафиксировать его в нашей памяти, в наших сердцах, потому что это, конечно, не просто рекламная акция. Я считаю, это лучший памятник современной России. Вообще его надо рассматривать как художественную акцию. Вот у нас год за годом происходят потрясающие акции, которые каким-то образом десакрализуют такие ключевые пространства российской власти. Вот в 2011 году нарисовали, как вы помните, фаллос на мосту, на Литейном мосту напротив Большого дома, акция группы «Война». В 2012 году Пусси Райт исполнили песню в Храме Христа Спасителя. А вот сейчас, в самом святом месте страны, на Красной площади поставили рекламный чемодан. Мне кажется, это очень точно характеризует состояние современной России, которая, так сказать, молится мамонне вот этой потребительской цивилизации. Так что даже такой уникальный объект, как Красная площадь, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, на нем может стоять вот такой вот чемоданчик. К чему я все это рассказываю? К тому, что пока у нас на Красной площади стоит чемодан, в соседнем Киеве на главных площадях происходят совсем другие вещи. И более того, там даже, говорят, люди с плакатами стоят, на которых написано «Евромайдан, а бы чемодан». То есть, или вы хотите площадь с чемоданом, или вы хотите площадь вот с этим вот самым Евромайданом. И хочу сегодня поговорить, естественно, не о чемодане на Красной площади, а о том, что происходит в Киеве, и что это все значит для Европы и для нас, для нас с вами. У нас в гостях сегодня политолог, профессор Высшей школы экономики Николай Петров. Добрый вечер. Добрый вечер. И журналист, корреспондент портала slon.ru Максим Саморук. Добрый вечер, Максим. Ну, давайте сначала попробуем понять с этим «Евромайданом». Потрясающее, кстати, вот это новое слово, аббревиатура, да, вдобавок к евровагону, к европалетам, к евроремонту. Мы получили евровагонки, мы получили Евромайдан. Это что, новая оранжевая революция? Ну, я не думаю, что... Да, Максим, Максим. Я не думаю, что здесь дойдет опять до свержения там власти, как в 2005 году там, потому что, ну, вообще, в принципе, там одно и то же поколение два раза власть редко когда свергает, и один раз нареволюционировавшись, да, они уже не возвращаются даже через несколько лет делать то же самое. Ну, пошумят там, пошумят, да, может быть, правительство уйдет в отставку. Ну, по-моему, там нет того вот, того заряда и, в принципе, поддержки не только украинской, но и международной для того, чтобы довести это дело до смены власти в стране. Николай, вот вы считаете, там дело идет, речь идет о власти или о Европе? Потому что у нас всегда в России, вот считается у нас такое, как сферологическое мышление, там, ну, люди вышли, шумят, людей, так сказать, легко вывести на площади. На деле-то, конечно, властные интересы столкнулись. Так вот, вот это Евромайдан, это о власти или о Европе? Мне кажется, все вместе. То есть это обретение украинской политикой нового нерва, который будет определять жизнь страны на ближайшую перспективу и на предстоящие в 15-м году выборы. А с другой стороны, конечно, это и обретение оппозиции такого лозунга, который позволит ей очень красиво и эффективно вести избирательную кампанию. То есть для кого-то это вопрос может быть о власти, а для большинства, я думаю, демонстрирующих свое отношение к евроинтеграции, это вопрос о движении страны в какую-то сторону. А оппозиция может объединиться вокруг европейской идеи? Я думаю, оппозиция объединится скорее против Януковича на президентских выборах. Вокруг идеи объединиться, наверное, сложно, тем более, что мы знаем, 9 лет назад европейская идея уже звучала, и приход к власти людей, которые ее выдвигали, в общем-то, оказался менее успешным для реализации этой идеи, чем Янукович, который, казалось бы, был оппонентом тогда. Да, казалось бы, за что боролись, как я вспоминаю, когда 9 лет назад все наши политические технологи продвигали Януковича, и, так сказать, как альтернативу вот этому страшному прозападному выбору Ющенко, в результате, что получается сейчас, что тот же самый Янукович готов Украину привести к ассоциации с Евросоюзом. Но вот за эти 9 лет Украина стала ближе к Европе? Вот если так посмотреть. Я думаю, что Украина вообще не так уж далека от Европы, и, по крайней мере, год назад, когда я в Киеве проводил целый ряд интервью с руководителями аналитических центров, меня картина, которую я увидел, очень сильно удивила, она очень сильно отличалась от московской, и при том, что отсюда происходящее в Украине воспринимается немножечко скептически. И многие наши эксперты говорят о том, что Украина на несколько лет или на 10 лет задерживается в своем развитии по сравнению с нами. Мне кажется, общая обстановка в стране и настроение, и уровень развития гражданского общества, нам бы только желать этого. Максим, вы согласны с тем, что Украина в какой-то степени впереди России идет? В сторону европейской приближения к европейской цивилизации? Я имею в виду... Ну да, мы так цивилизационно сразу все это сказали. Может быть, это шаг назад приближение наших консерваторов, послушайте, такая страшная Европа, там же все это педофилия, гомосексуалы бродят по улицам. Шаг европейской цивилизации, может быть, это шаг назад в нравственном развитии. Тут неизвестно. Нет, я имею в виду, Украина впереди, так сказать, в зрелости политического процесса, в политическом плюрализме, в гражданском обществе, в возможности самовыражения граждан. Впереди России? Да. Не знаю, мне так не кажется, потому что... Ну, я как-то привык больше склоняться к экономическому детерминизму, и мне очень сложно поверить, что гражданское общество может быть принципиально сильнее развито в стране с гораздо более низким уровнем жизни. При том, что... Понятное дело, что у нас там наш уровень жизни несколько завышен там ресурсными доходами, и нефтедолларами, и, скажем, такими вещами, которые особо не требуют вовлечения населения. Но все равно я с трудом могу поверить, что страна, где подошло ВВП в два с лишним раза ниже, может иметь более развитое гражданское общество. Ну, с другой стороны, есть страны с гораздо более высоким подошелом ВВП, чем Россия, чем те же арабские страны, но при этом они... Ну да, но там это крайние такие случаи полярные, которые, мне кажется, в данном случае не стоит учитывать. Да, ну понятно, но у нас Россия не Саудовская Аравия, у нас все население не живет от нефтяной ренты, и поэтому, мне кажется, где-то... Знаете, Максим, я тоже много лет вот как раз тебе говорил, ну Россия же не Саудовская Аравия, но как-то какие-то события последних лет и месяцев меня заставляют сейчас... Вы слишком хорошо думаете о Саудовской Аравии. ...усомниться в этой фразе. Коля. Мне кажется, что вот эта чрезмерная экономизация, уровень ВВП и соответствует ему уровень демократии, она справедлива, когда мы говорим о качественно одной экономической базе, и вот политэкономия здесь очень важна. Мы сидим на трубе, и наши деньги идут сверху вниз, а Украина, она имеет принципиально другие экономические условия развития. В этом смысле аналогия с Ельцинской Россией ближе, когда у нас не было одного источника долларов, которые хлещут из трубы, а когда у нас была пусть и неполноценная, но тем не менее конкуренция, когда было много разных олигархов, когда была такая прото-федералистская картинка, когда было много разных конкурирующих между собой СМИ и так далее. Вот Украина волей-неволей идет в этом направлении, в этом смысле она, конечно, впереди нас, а нас действительно надо сравнивать с арабскими странами, там тоже какой-то уровень демократии возникает при высоком уровне ВВП, но это принципиально другие закономерности. То есть Украина в этом смысле, она хотя бы по своему многообразию, по плюрализму центров силы, она является какой-то более европейской, что ли, страной. Да, и это необходимость искать и находить консенсус, а не просто покупать тот или иной вариант решения проблемы. Мне кажется, что совершенно не случайно, и национальный характер украинцев, он все-таки отличается от нашего, это люди более склонны к достижению какого-то консенсусного решения, к торгу, а не к подавлению одной точкой зрения других. Ну, не знаю, вот наличие большого количества центров силы, как гарантия какой-то европейскости, мне кажется, не очень убедительным. Если уж вы сравните Россию с Саудовской Аравией, давайте Украину сравним с Кенией, где много племен, и выборы проходят гораздо более демократично, чем в России, и реально голосуют каждый там за свое племя, становится она от этого европейской страной. Нет, ну я здесь не хотел бы действительно в такой цивилизационном, так сказать, белой и черной европейской период. Ну и будем говорить в неких, да, абсолютных показателях. Плюрализм, да, политический плюрализм. Вот такая проблема этого плюрализма. Конкурентная политика, да, возможность выбора на выборах и так далее. Так она в чем конкурентная? Разве у этих партий есть какие-то разные экономические программы или какие-то... Вот в чем отличие между, условно говоря, Тимошенко и Януковичем, кроме внешней политики? Ну, сейчас, внешняя политика, ну вот сейчас мы видим конкуренцию политических сил в Украине, как раз по поводу ключевого вопроса о Европе. Ну вот так мы не только сейчас, мы эти 20 лет видим одной и той же конкуренции вокруг только внешней политики, без разработки всех остальных вопросов политиками ведущими страны. То есть вы считаете, что украинская политика столь же неконкурентна, как и российская, и все решается таким закулисным торгом? Она, конечно, конкурентна, но там нет конкуренции каких-то вот... Она конкурентна в очень узком внешнеполитическом секторе. Во всем остальном там никакой конкуренции нет, и все остальные вопросы... Там вопрос, ну, кто там спрашивал Тимошенко или Янукович на дебатах, что они собираются делать в экономической политике. Никому это было неинтересно. Всем было понятно, что Янукович это пророссийский, а Тимошенко там вроде как проевропейский. В чем там была конкуренция экономических идей, я не заметил никакой конкуренции там внутреннего развития страны. Я думаю, конкурентность это благо, независимо от того, насколько различаются программы кандидатов. В Украине имела место дважды смена власти, или даже трижды уже. И мне кажется, разговор о том, что, предположим, в Соединенных Штатах разница между программой демократов и республиканцев не столь велика, чтобы говорить о том, что это принципиально. Принципиально то, что нет абсолютной гарантии того, что человек, который сидит на посту президента, будет сидеть до тех пор, пока ему не надоест, а потом он посадит кого-то другого. И то, что Януковича, предположим, даже переизберут в 2015 году, совсем не является доводом в пользу того, что разницы с Россией никакой нет. Он будет сидеть и, может быть, победить на выборах, но чтобы сделать это, ему придется очень много танцевать, ему придется договариваться с разными политическими силами, ему придется строить свою программу таким образом, чтобы против нее не возникали устойчивые политические коалиции, и это благо для демократического развития страны. А с точки зрения вообще национального менталитета, Николай уже упомянул, что украинцам более свойственен компромисс, поиск компромисса. Ну, в принципе, как бы в открытости людей, способности их к диалогу, способности к самоорганизации, украинцы являются, так скажем, более такой гражданской нацией, более демократичной нацией, чем Россия. Можно их сравнить в этом смысле? Или это такой же, как у нас принято считать, еще одна постсоветская страна? Ну, вот белорусы, вот мы, вот украинцы, вот Казахстан. Те же самые, так сказать, вышли мы все из народа, дети семьи трудовой. Мне кажется, разница огромная, и белорусов я очень легко вижу в составе Евросоюза, как только уйдет Александр Григорьевич Лукашенко. Ментально, мне кажется, и по своим институтам, по своим порядкам, они вполне к этому готовы, больше, чем некоторые из новых членов Евросоюза. А что это, Николай? Это какой-то, ну здесь история, тот факт, что западная Украина и западная Белоруссия были частью большой европейской истории, да, там были в Австро-Венгерской империи, не были полностью интегрированы глубоко в структуры Российской империи. Почему так случилось? Ну, я думаю, что да, конечно, исторически, культурно Белоруссия и значительная часть Украины, это реально, а не демагогически, часть большой европейской цивилизации, которая входила в самые разные европейские державы. Но мне кажется, что здесь мало просто истории и культуры, здесь есть и экономика, которая при всем патернализме власти все-таки гораздо ближе к реальной конкурентной рыночной экономике, чем то, что пытаемся сейчас построить мы. И здесь, наверное, очень важно это чувство корней, которых у нас, к сожалению, нет под самым разным причинам. И, может быть, какие-то наши южные регионы, они в этом смысле близки к Украине по менталитету своего населения. И говорить, скажем, о Северном Кавказе, российском, может быть, можно так же, как и о тех регионах Донбасса, которые за границей находятся. Да, это очень интересная точка зрения, как укорененность, как некая способность государства к европеизации. Если наша история – это история огромного евразийского пространства, история движущегося фронтира, то Украина, в этом смысле, она более, так сказать, привязана к своей земле. Это желание и способность обустраивать то место, где ты живешь, так, чтобы там было приятно тебе и твоим детям. Не ощущение того, что здесь ты заработал денежку, а тратить ее лучше в уже обустроенном месте, а обустройство своей земли, своей территории. Напоминаю, что мы говорим о возможности европейского выбора Украины с Николаем Петровым Максимом Саморуковым. Телефон наш студийный 651099,6. И прежде чем мы уйдем на перерыв, давайте ответим уже на один звонок. Андрей на линии. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Господа, хотел бы высказаться по этой теме. А сколько украинцев живет на Украине в процентах, как вы думаете? Ну, вы знаете, наверное, ответ. У нас нет подругой. Я не знаю ответ. Нет? Просто я хотел бы услышать от вас, вы же специалисты в этом вопросе. Что значит украинцев? Этнических украинцев? Этнических украинцев, да. Я думаю, могу ответить. По перепись населения где-то 85% записали себя украинцами. 85%? Ну, я хочу с вами не согласиться абсолютно. Ну, хотя у даты переписи, что же, может, не соглашаться. Андрей, а какое это имеет отношение к теме? Прямое. Прямое отношение, потому что там живут в том числе люди, которые считают себя русскими, в том числе люди, которые считают себя армянами, грузинами и так далее, и так далее, евреями. Ну и что? А какое имеет отношение к вступлению Украины в Евросоюз? А потому что у этих людей такое же мнение абсолютно, как у людей, которые живут в России. А что, а люди в России не хотели бы вступить в Евросоюз? С какой целью? Как, чтобы, я не знаю, быть европейцами. Я, например, вы знаете, как русский, я был невероятно рад, когда Латвия вступила в Евросоюз. Мы получили в Латвии и в Эстонии первую большую порцию еврорусских. А почему вы считаете... Людей этнически русских, которые в кармане имеют паспорт Евросоюза. Люди, появилось какой-то мостик в Европу от нас. По-моему, прекрасно. Нет, понимаете, в Европе живет очень много разных людей. И я, например, на кого-то из них я хотел бы быть похож, а на кого-то нет. И почему вы считаете априори то, что все люди, которые живут на территории России или на территории Украины, хотят вступить в Евросоюз? Если на территории Украины 60% населения западных областей работает и получает деньги на территории России. Да, мы все об этом знаем. И как бы никуда от этого не деться. А на территории Восточной Украины, где производится какая-то добавленная стоимость, производится какая-то продукция. Да, люди, конечно, не хотят ехать в Россию и зарабатывать деньги. Вы это знаете, да? Почему мы считаем, что, априори считаем, что Украина должна хотеть, и те люди, которые живут на территории Украины, я не буду их назвать украинцами, потому что они не все украинцы. Понятно, Андрей, но вы априори считаете, что Европа это проблема и это плохо. Нет, я не считаю, что это плохо, я не считаю, что это проблема, но считать за других людей то, что они должны. Никто не считает, Андрей, у них будет, если они за вырос и хотят вступить в Евросоюз, у них будет референдум, как во всех странах, и эти самые западные области, которые производят, восточные, которые производят добавленную стоимость, они хотят в Евросоюз, они проголосуют, и Украина не будет. Понимаете, надо дать людям возможность выбора, я полагаю. 65-10-99-6. К сожалению, мы сейчас должны уйти на перерыв, мы прерываем наш диалог с Андреем. Напомню, что у нас в гостях Николай Петров, Максим Самороков. А вы нам позвоните по этому номеру 65-10-99-6 и скажите, как вы считаете, может ли Украина стать европейской страной, на полных правах войти в Евросоюз. Мы уходим на перерыв. И снова добрый вечер, программа «Археология» в студии Сергей Медведев. В гостях у нас политолог Николай Петров, журналист Максим Самороков. И к нам только что присоединился директор Института стран СНГ Константин Затурин. Добрый вечер, Константин Федорович. Говорим мы о Евромайдане, европейский выбор Украины. Вопрос для вас, наши дорогие слушатели. Является ли Россия, является ли Украина, оговорка по Фрейду, является ли Украина европейской страной? 65-10-99-6. Будем принимать ваши звонки. Ну а пока вот такой вопрос нашим гостям. А зачем, вот Андрей до перерыва об этом говорил, а вот если разобраться, зачем Европа Украине? Что Украине даст вступление в Евросоюз? Хотя бы даже ассоциация, вступление пока не говорим. Это вопрос ко мне? Константин, да, как на новенького. Вы задаете странный вопрос своим радиослушателям, поскольку, сколько мне не поминает моя память, уроки географии в средней школе, Европа. Украина на самом деле в Европе, даже претендует на то, чтобы быть ее чуть ли не центральным местом. Ну географически естественно. Да, поэтому речь наверное идет о Евросоюзе, это будет точнее и меньше нас будет путать. А то ведь Турция, тоже можно задать вопрос, она в Европе или не в Европе, она тоже в Европе. Одной ногой. Одной ногой. А Украина всеми двумя, если говорить о географии. Но достаточно ли этого, если мы будем говорить об Украине? Нет, конечно, потому что Украина, естественно, осколок бывшего Советского Союза, это оказывает по-прежнему угасающее влияние на оппозиционирование Украины. Украина, сосед России, это тоже будет, я думаю, на протяжении долгих лет еще оказывать, а может быть вечно оказывать влияние на то, что происходит на Украине. Зачем Украине Европа? Ну, во-первых, хочу отметить, далеко не все на Украине рвутся в Евросоюз или хотят, чтобы Украина туда вступила, или не просто вступила, а пока только села в прием на этого Евросоюза, поскольку то, что она предполагала вначале подписать, называется не членство в Евросоюзе, а, как известно, ассоциации зоны свободной торговли. Как ни называй, но это неполноправное участие в Евросоюзе. Часть людей на Украине серьезно возбуждена этой перспективой, надеется, что вслед за этим все будет как в Европе. И демократия будет как в Европе, и законность с порядком будет как в Европе. И доходы будут как в Европе. Но весь вопрос в том, ведет ли вот это соглашение напрямую к такой цели. Напомню, что на сегодняшний день благосостояние граждан Украины продолжает ухудшаться, по сравнению не только с Европой, но и с Российской Федерацией. На душу населения там приходится примерно в два с половиной раза меньше денег, чем у нас в России, при всех наших проблемах. А было, на самом деле, примерно одинаково когда-то. Ну, речь же идет не только о прямом влиянии, да, о том, что у людей появляется перспектива, появляется некий институциональный путь, появляется некая мотивация у политического класса. Так, вот теперь давайте разбираться по тому, что слово сказано. Не у всех людей, а у политического класса. Ну, у тех, кто принимает решения в отношении Украины. У тех, кто принимает решения. Здесь я, пожалуй, соглашусь, что для большинства тех, кто называется политической и экономической элитой Украины, действительно за прошедшие годы сформировалось впечатление, что членство в какой-то форме, но если не в Европейском Союзе, то в структуре как бы сближения с ней является определенной гарантией для них, в том числе и гарантией от хватательных, как им кажется, рефлексов России. На самом деле, за годы независимости на Украине очень популярна, в том числе и в политической элите, такая теория, что Украина это своим геополитическим, географическим положением, она обречена на многовекторность, Восток и Запад. И вот все, что требуется, это поддерживать этот баланс. Когда начинали этот путь в Европейский Союз, или точнее в эту Европейскую Ассоциацию с Европейским Союзом, казалось, что это возможно совместить. Совместить одно с другим, я не исключаю, что, может быть, те, кто принимал решение, думали, что это действительно возможно. Но по мере продвижения стало ясно, и от России стало ясно, и от самого Европейского Союза, что совместить это не удастся. И вот тут оказалось, что Украина теряет эту свою многовекторность, и в этом, на самом деле, мне кажется, психологическое объяснение того, почему правительство и президент приостановили. Помимо других причин. Может быть, это потому, что в России тоже поменялась власть, эта многовекторность была возможна в Ельцинской России, а сейчас, когда, так сказать, в путинский период, получается игра с нулевой суммой, и Украина стоит перед жестким выбором. Ты не можешь сидеть на двух стульях, говорят ей, выбирай Россия или Европа. Игра с нулевой суммой не в случае между Украиной и Россией. Между Россией и Евросоюзом, я имею в виду. Игра с нулевой суммой, возможно, с Евросоюзом, потому что Украина... И Украина заложник этого. Украина как бы пытается выторговать преимущество или привилегию одного и другого, и в конечном счете предъявляет свои проблемы для решения одному или другому. Ведь вы знаете, что публично сегодня стало одно из официальных объяснений. То, что вот мы ждем денег, а этих денег нет, и Европейский Союз нам их не обещает, не обещает нам возмещение наших убытков от потери российского рынка. Вот вам официальная причина отсрочки соглашения. Это был Константин Затулин. Напомню, что у нас телефон наш студийный 6510996. Звоните нам и скажите, является ли Украина не только географически, но и политически, социально частью Европы? На линии у нас Владимир. Слушаем вас. — Добрый вечер. — Добрый вечер. — Я сейчас внимательно выслушал выступление господина Затулина, и я чувствую, что я очень близок к его точке зрения. Но я бы хотел добавить к тому, что он высказал. С моей точки зрения, в Европу стремятся действительно так называемая политическая элита Украины. При этом простому населению, которое, может быть, даже в своем большинстве не было никогда в Европе, никто не объясняет, что они получат после того, как они в эту Европу вступят. При этом я бы хотел отметить, что я как человек против того, чтобы Украина входила в Евросоюз, я даже против того, что... — А почему? Вот расскажите, почему вы против того, чтобы соседняя страна, суверенная, так сказать, чего-то там не делала? — Вы понимаете, я на самом деле был с самого начала безумно раздроен, когда Украина стала отдельным государством. Потому что я пять лет учился в Киеве, у меня родственники на Украине. — Так а что вы, поэтому вы их видеть не можете, если она стала... Сели и приехали, там еще цены ниже. — Они теперь совершенно другие, и те, кто стремился отделить Украину в Россию, их воспитали совершенно другими. Они теперь на меня смотрят, как на москаля. Хотя мы вместе пять лет съели кашу в военном училище, которое на сегодняшний день, если есть, не существует. Это вот, поэтому я вот еще против. — Понятно. — Я считаю, что они сами должны выбирать. Но при этом необходимо говорить, что они получат абсолютно одинаковые яблоки, покрытые непонятно чем. — Понятно. Спасибо. Спасибо, Владимир. Напомним, наш телефон студийный 651099,6. Является ли Украина политически и социально частью Европы? Николай, а вот вы можете сказать, что даже хотя бы на уровне ассоциации это может дать вот сейчас не политическому классу, не элите, а вот простым украинцам? Почему они выходят? Почему сейчас сотни тысяч людей вышли на Майдан и хотят, чтобы был предоставлен шанс европейский? — Но не сотни тысяч пока. — Я думаю, что в краткосрочной перспективе подписание этого соглашения привело бы действительно и может быть приведет еще окончательно все неясно к некоторому ухудшению ситуации в экономике в связи с целым рядом вещей, с открытием частичным границ, с увеличением конкуренции с теми товарами, с которыми европейскими, с которыми украинским товаром может быть сейчас тяжело конкурировать, с переходом на европейские технические стандарты и так далее. Но одновременно происходило бы движение в сторону усиления и укрепления институтов, которые тут не о чем особо спорить. В Европейском Союзе существенно более развиты, чем в Украине и чем у нас в России. В этом смысле выбор людей, я думаю, во многом мотивируется действительно теми соображениями, о которых сейчас говорил Константин. Людям кажется, что они будут жить лучше. И как это казалось, собственно, и нам в начале 90-х годов, что просто декларирование того, что мы принимаем европейскую модель, будет причиной того, что на следующий день мы проснемся в другой стране с нормальными институтами, с нормальным уровнем жизни и так далее. Но это надо в любом случае понимать, что речь идет о самом первом шаге и шаге по очень тяжелому в любом случае пути, а не о том, что ты делаешь исторический выбор и завтра ты будешь жить в другой стране. Здесь есть еще пара обстоятельств, которые нужно ввести в оборот. Во-первых, когда мы говорим о том, что чего хотят или чего не хотят люди, мы слышим только на Майдане одних людей, не слышим других. Майдан был предсказуем, вряд ли при том, что полтора года осуществлялся такой ускоренный марш-бросок к подписанию этого документа, можно было предполагать, что отказ от него в самый последний момент, даже уже после самого последнего момента, буквально за несколько минут до того, как это все должно было состояться, не вызовет протест. У той самой части людей, которая на это сориентируется. Что это за часть людей, по-вашему? Это часть людей живет в городе Киеве и к западу от него. Это если говорить так очень грубо и приблизительно. Другая часть людей, которая живет к востоку от города Киева и к югу от него, хотят совсем другого. Мы сейчас говорим о расколе Украины, такой же, как он был во время того, первого Майдана. Ну, он является фактом в этом случае. Вы слышали что-нибудь о многотысячных Майданах в Севастополе, в Симферополе, в Луганске, в Донецке? В Харькове. В Харькове. Таких Майданов нет. Да, есть всегда некоторое количество людей, там от 50 до 100, которые машут европейскими флажками и так далее. Вот вы согласны с вашим слушателем? Если, я сейчас просто закончу, если во Львове это искренне разделяется обществом протесты, желания, и даже один из мэров городов, странно, что название этого города Рава Русская, вот это Рава Русская, мэр объявил, вы, наверное, видели это сообщение, она сказала, что я сама, вот мы в Раве Русской хотим соглашения с Европейским Союзом, раз Украина не заключает, мы чуть ли не выходим. На частном уровне. Это на Западной Украине. Восток так сильно проигрывает при ассоциации с Евросоюзом? Вот я не могу понять, вот этих вот, помимо тех, которые, как говорят, завозят на автобусах туда, вот этот антимайдан, люди вот простых спросить, там, я не знаю, в этой индустриальной восточной Украине, там, в Луганске и так далее, они что, индивидуально так сильно проиграют? Ну, они уже начали терять работу, это же было сказано в ходе вот всех этих объяснений этого поворота, как раз для того, чтобы его объяснить, состоялась встреча с предпринимателями, промышленниками, стали вдруг разворачивать пропаганду в другом направлении, вдруг выискались. Так, а то, что происходит с вхождением в Европейский Союз или, хотя, на самом деле, никакого вхождения нет, а есть только подписание зоны свободного. Нет, ну, естественно. Это разве не промоанглийская? Это чисто геополитическая затея. Она к экономике, как все признают, на этом этапе ничего не имеет общего. Смотрите, кроме конкуренции, ведь есть же одно простое обстоятельство. Если Украина туда идет, ну, теряется всякая почва из-под переговоров о снижении цены на газ. То есть мы в данном случае даже ничего не делаем, просто нет у нас поводов снижать эту цену. Мы им предложили вариант, при котором цену можно снизить, они от него отказались. Ну, мы и не снижаем. И этого достаточно, чтобы экономика Украины рухнула через некоторое время. То есть газ по-прежнему является козырной картой и последним аргументом вообще в том, что решается относительно судеб Украины. Одним из важных аргументов. То есть, по идее, Европейский Союз был бы честнее, если бы сказал, мы хотим подписать, потому что мы хотим Украину оторвать от всяких проектов интеграции с Россией, а вы в России, чтобы мы не пострадали, должны им за это снизить цену на газ. А сможете себе представить, чтобы мы в здравом уме сделали такую вещь? 65, 10, 99, 6. Является ли Украина европейской страной по своей политической и социальной системе? И может ли она действительно стать полноправной частью Европы? Алексей. Алло. Да, слушаем вас. Здравствуйте. Значит, по нескольким пунктам хотел высказаться. Первое. Насколько политическая система Украины является более европейской, чем наша? Ну, я считаю, что абсолютно она не является европейской. Там есть клановая система. То есть, если даже сравнивать с Соединенными Штатами, там есть система. Противовесы. Какая бы страна ни выиграла, в любом случае система будет работать. В этом контексте этого даже не важно, кто будет президентом. Примерно система будет работать одинаково. Понятно. На Украине же кланы, которые борются друг с другом, фактически занимаются только этой борьбой. И как раз системы никакой нет. И в этом плане у нас есть хотя бы какая-то система. Она, как говорится, полярная, но плохо может быть в чем-то реализована. Но она есть. Это первое. Второе, касательно почему вообще и насколько Украина хочет евроинтегрировать, на мой взгляд, причина достаточно простая, что с 90-го года политики эксплуатировали тему, что с Востока все беды. У нас так плохо, потому что мы из Советского Союза. Соответственно, эту тему очень хорошо эксплуатировали. И в результате сейчас даже правящая партия вынуждена декларировать такие же вещи. Третье, что хотел сказать, что сейчас у Украины есть достаточно уникальный шанс. Во-первых, вступать в какие-то блоки на равные. То есть сначала у себя поднять промышленность и на демократические ценности. А потом уже куда-то вступать. Понятно. И у Украины сейчас есть уникальная возможность со стороны России. Она действительно достаточно редкая. Не только вступить в некий блок бесплатно, но еще им чего-то при этом будут давать. То есть в этом плане есть большие возможности, которые, к сожалению, они могут сейчас потерять. Ну, ясно. Спасибо. Уже достаточно долго говорили. Еще раз напомню наш телефон. Студийный прямого эфира. 6510-99,6. Владимир у нас на линии. Алло, здравствуйте. Да. Добрый вечер. А хотите мнение украинца, который живет в России? Да, хотим. Я скажу так. Никогда Украина не была и не будет частью Европы. Вот если ее поделится, если она когда-нибудь поделится на три части, на Запад, Центр и Восток, вот тогда Запад, может быть, отойдет к Европе и будет почти частью европейского сообщества. Ну, понятно. То есть мы говорим о том же самом расколе Украины, о котором вот сейчас уже как раз Константин Затурин говорил. Напомню, что у нас в гостях сегодня Николай Петров, профессор высшей школы экономики Константин Затурин, директор Института стран СНГ и журналист Максим Саморуков. Мы уйдем на перерыв. Добрый вечер. Программа «Археология». Говорим сегодня о Евромайдане. Европейский выбор Украины. Возможен ли он? 6510-99,6. Телефон студийный прямого эфира. Звоните нам и скажите, может ли Украина стать полноправной европейской страной, как того сейчас хотят митингующие на разных Майданах. 6510-99,6. У нас, напомню, в студии Николай Петров, Максим Сумаруков и Константин Затулин. Давайте с другой стороны посмотрим на эту проблему. А насколько Украина нужна Европе? Насколько реалистично? Может быть, европейцам это как раз и проще, вот то, что Янукович сейчас так заколебался, и, ну, как бы, еще один, еще одна страна в комнате ожидания, как Турция уже 50 лет ждет этой самой ассоциации. Вот насколько европейцы заинтересованы в членстве Украины? Вот тут есть, вот тут есть, правда ведь, странный момент, правда? Такое количество стран действительно долго ждут, и Турцию, вы только что назвали, дольше всех ждет, не принимая их в Европейский Союз, хотя уже с подписанной зоной свободной торговли, с наличием договора об ассоциации, хотят, как бы, предложить этот вариант ожидания еще и целому ряду других стран. Украине, Молдове, Грузии и так далее. Значит, есть единственное объяснение, сколько-нибудь реалистичное. Европейский Союз не хотел бы сталкиваться на своей восточной границе с сколько-нибудь серьезным конкурентом, который бы с ним, в общем, или договариваться, или бороться за влияние, или конкурировать в разных смыслах, в политическом, экономическом, и предпринимает эти усилия, понимая, что привлекательность картинки Европейского Союза, она работает на воображение людей, живущих в худших условиях, поэтому он обращается к этим людям, и он оттягивает Украину от того, чтобы Украина, Украина, или, допустим, Молдова, или кто-то еще, чтобы они соблазнились какими-то предложениями вот этой интеграции, которые были сделаны и начали реализовываться на постсоветском пространстве в виде таможенного Евразийского Союза и так далее. Это геополитический проект. Причем для одних стран Европейского Союза он мотивирован исторически, мотивирован политически, они в этом убеждены, такие как Польша, Швеция, другие меньше в этом убеждены. Но в целом, вот суммируя вопрос, Европа будет биться за Украину? Европа, безусловно, но в разной степени разные страны Европы. Разные страны. Это во-первых. А во-вторых, Евросоюз как таковой, он в сумме во внешней политике меньше, чем отдельные страны Европейского Союза. Он фактически в своей европейской политике тянется где-то в хвосте политики Соединенных Штатов. Как организация. Это понятно. Николай. Я думаю, что ставки в этой игре очень сильно завышены, в первую очередь, Евросоюзом. И для него сейчас это действительно некоторое унижение, когда в самый последний момент сначала одна, потом вторая, потом третья страна отказывается от того, что Евросоюз предлагал. И то, что мы видим, это российская жесткая сила победила европейскую мягкую силу. Но еще в Вильнюсе все-таки завтра, пока еще не будем. Уже сейчас в любом случае можно говорить о том, что сам отказ украинского правительства, который может быть завтра пересмотрен, уже некий очень серьезный звонок, и вильнюсский саммит превращается в общем-то в ничто. И мне кажется, что здесь ставок на самом деле столь высоких нет. И речь не идет о большом историческом выборе. И речь не идет о том, что Украина идет в Европу, а мы идем к Китаю. Ведь посмотрите, что говорит лидер нашей монополярной, как сказал один из слушателей, системы. Он не говорит о том, что мы против того, чтобы Украина шла в Европу. Он говорит, мы за это, но мы хотим вместе с Украиной идти в Европу и сообща мы договоримся о более выгодных условиях сотрудничества с Европой. Поэтому вот та черно-белая картинка и та поляризация, которую мы видим и в Украине отчасти, и в диалогах с нашими слушателями, она в общем-то лишена реальных оснований. Максим, а вы тоже считаете, что вот это не игра с нулевой суммой между Россией и Евросоюзом? Кто не с нами, тот против нас. Ну не знаю, мне кажется, что договор ассоциации с ЕС вообще не является какой-то стадией на интеграции с ЕС, потому что это просто синоним создания зоны свободной торговли. Договор об ассоциации с ЕС есть с Чили, есть с Тунисом, есть с Ливаном, и никто никогда из чиновников Евросоюза не говорил, что это какая-то фаза интеграции, через которую надо пройти, для того, чтобы потом конечной целью, которая является вступление в Евросоюз. По-моему... Ставки очень завышены, и сейчас просто такое идет символическое перетягивание одеялом. Ну нет, это в очередной раз. Люди проецируют свои там какие-то стереотипы на вещи, о практической стороне которых они имеют не очень хорошее представление. Стереотипы или, может быть, мечты, да? Мечты, ну да. В данном случае недовольство, скажем, жизнью и там желание создания лучшего правового порядка. Да, безусловно. Именно это их выводит на Майдан. Мне кажется, что если спросить у большинства вышедших на Майдан, вообще представляют ли они хоть чуть-чуть, как функционирует Евросоюз, что это такое, что такое единый бюджет ЕС, сколько туда страна должна платить, по каким принципам, по каким принципам оттуда получать. Они же вообще не представляют ничего этого. Ну, вы знаете, с другой стороны, принципы политической мобилизации, я вспоминаю бархатные революции, я вспоминаю 89-90 год. Люди ведь тоже не слишком понимали, что такое Европа, Ну, с тех пор прошло 20 лет, можно бы научиться чуть-чуть. Ну, дело не в том, что они не научились, что когда люди выходят митинговать, они выходят за некую мечту, за некую идею, и за то, что они говорят, мы недовольны нынешним порядком, нашим нынешним положением. Это верно. Ну, кстати, я хочу заметить одно любопытное обстоятельство, которое много раз было отмечено социологами. Любые социологические опросы на Украине свидетельствуют о интересном факте. Большинство выступает всегда, если спросить по отдельности. Не альтернативно, а по отдельности. Вы за то, что вступили в таможенный союз? Да. Это просто в данном случае диагноз нынешнего состояния Украины. Это такой вердикт. Граждане Украины ей выносят через 20 лет после независимости. Она, ну, как бы не демонстрирует привлекательного образа сама по себе. Им бы кому-то прилепиться, прикрепиться, чтобы их проблемы взяли на себя и потянули их как за буксир. Ну да, но с другой стороны, все-таки не будем забывать, что там хотя бы возможно такая вещь, как Майдан, и что, ну, кто-то скажет, что это говорит о слабости государства, то, что митингующие могут остановить доступ ОМОНа, да, и сохранить свой лагерь. То есть там хотя бы обладает общество такой силой, достаточной, чтобы выйти и заявить на весь мир о своих правах. Ну, тогда мы должны сказать, что здорово, как когда там Пугачевское восстание, это, знаете, советская история. Вот оно, волеизъявление Степана Разина. Как здорово в этой стране. Есть некая красная линия, которая называется кровью, так сказать, пока что митингующие не пролили кровью. Ну, дай бог, чтобы этого не было. Так что, дай бог. И секундочку, я хочу сейчас дать слово нашим слушателям 65, 10, 99, 6, которые давно уже дожидаются. Андрей на линии. Алло. Да, добрый вечер. Да, добрый вечер. Честно говоря, хотелось просто сказать про опыт вступления вирусов прибалтийских стран. Вот. Вы, наверное, в курсе, да, что, например, в летре советского времени население упало на миллион. Но это же не в итоге, может быть, это как раз в результате советского времени и тех перекосов, которые были заложены тогда. Нет, ничего подобного. Просто количество жителей, в том числе уехавших, упало вот на треть жителей страны. И что? Подождите, Андрей, так что лучше, если бы не было загранпаспортов, и они сидели в Литве, которую они не любят, хотели бы уехать, но не могли бы. Так что ли лучше? Это не загранпаспорта. Страна потеряла три своего на все дни. Нет, но они уехали, потому что они имели выбор. Людям был дан выбор. А оценка-то какая государства в результате? Так вопрос о том, смотрим мы с точки зрения государства или с точки зрения людей? Конечно. Но государство с точки зрения своей должно смотреть. Оно успешное или не успешное? Вот Латвия с Эстонией замечательно присутствует в еврозоне и так далее, и так далее. Но просто люди разъехались. И промышленность прекратилась. Выплатили за это компенсацию, а мы тоже проели. Дороги хуже, чем тогда... Слушайте, ну не надо, вот не надо, Андрей, про дороги рассказывать. Я не скажу... И в Латвии я езжу. В Латвии это какие-то дороги. Что вы говорите? Андрей, я вам советую проехать по дорогам Тверской и Лепсковской областей. И дай вехать из них в Латвию. По всем дорогам. Вот я бы хотел бы сказать, что вы поезжаете в Литва-Латвия, вот, начинаются такие колдобины, которые Тверской области, так сказать, редко когда снятся. Малые, мало-мало ездили, наверное. Андрей, извините, да, у нас уже сейчас нет времени обсуждать дороги Тверской области. Иван на линии. Слушаем вас. Алло, добрый вечер. Да. Значит, ну, пропаганду слышу от всех. Даже те, кто звонят, пересказывают одну и ту же пропаганду. Значит, по поводу Украины. Значит, Украина должна быть европейским государством и будет, если она хочет выжить. Технологии все она получит на Западе. Если она хочет, что предлагает сегодня Россия Украине? Она предлагает сохранение статус-кво. То есть, это, вы боитесь, значит, что ваши заводы остановятся. Мы вам дадим дешевый газ и ваши старые затратные заводы будут работать. Вот, что предлагает сегодня Россия Украине. Но, они говорят, мы будем вашу продукцию покупать. И ваши заводы будут работать дополнительно, да? Но, сможет ли Украина выдержать конкуренцию с Китаем даже через 5 лет? Не скажет ли ей Россия, извини, пожалуйста, но, ваша продукция уже нам не нужна. Мы уже в Китае покупаем что-то получше. Заглазим, да. Вот, поэтому сегодня Украине необходимо, просто необходимо соединяться с Европой. И еще, давайте заглянем в историю. Россия ровно настолько хорошо развивалась и были у нее подъемы, насколько она прислушивалась к Западу, к западным технологиям, воспринимала эти западные технологии и развивалась. И все, кстати, западные технологии, все новшества она получала через Украину. Да, в том числе, начиная с книгопечатания. Да, именно книгопечатания. Так что, forever на Запад. Что нам делать с Японией? Она где у нас находится? На Западе или на Востоке? Мы не хотим японских технологий? Или обязательно надо на Запад? Нет, ну еще, Константин, исторические, как шлет, у нас пока японские технологии как-то не преобразовали Россию. Да, я просто не понимаю, почему Запад должен просто так делиться своими технологиями просто из альтруистических соображений? Ну, как-то последние 500 лет так происходило. Ну, они не нападали, они нападали на нас, но в то же время и у нас была страна основанная на западных технологиях начиная с технологии управления и организации общества. У нас как-то странное впечатление от этой истории. Они на нас нападали как раз довольно часто, регулярно. Да. Это происходило за время истории России. Вообще она две трети своего исторического пути воевала с Востоком и Западом за что-то. Правильно или нет? Другой вопрос. Но вот что касается в данном случае вот этого мнения о том, что Украина я надеюсь, что наш слушатель понимает разницу между Борозу и Леонардо да Винчи. Европейские ценности это часть тех ценностей, в которых мы принимали участие. Мы несли эти европейские ценности на Кавказ, в Среднюю Азию в 19 веке и знакомили многих с этими ценностями через Россию. Может быть через Украину тоже частично мы получали их, это никакого сомнения нет, но я не понимаю почему мы должны на них поставить штамп сделанный в Евросоюзе. Вот это мне непонятно. Вы знаете, здесь не речь идет не о том, что сделать штамп, вот мне понравился последний звонок Ивана, в том смысле, что не надо то, что сейчас называется антагонизировать, что я для себя вывожу из этого разговора, не надо вот нам эту историю красить черно-белым цветом, что если Украина пойдет в Европу, она будет оторвана от нас. Я бы попытался здесь видеть некий позитив, в том числе и с прибалтийскими странами. Понимаете, это наши постсоветские люди с большим количеством российского населения, которые получают шанс одной ногой вступить в Европу. И это не ущерб российским интересам, как мне кажется. Это для нас какой-то мостик в Европу. И не надо видеть Россию и Европу как игру вот эту вот в черно-белом цвете. Я благодарю вас за участие в этой программе. Политолог Николай Петров, директор Института стран СНГ Константин Затулин, журналист Максим Самароков, я Сергей Медведев. Доброй ночи.